Добрый день, коллеги! Конференция по климату заключается в том, что энергетика должна обеспечивать человечество недорогой электроэнергии, не нанося при этом ущерба экологии и здоровью людей. Вот как выглядят структуры выработки электроэнергии в сценарии новой политики, которая была разработана в 2016 году Международным энергетическим агентством. Это уже было после решений Парижской климатической конференции. Здесь видно, что доля атомной энергетики, а это одна из четырех видов чистой экологической энергетики, которые из себя представляют такой четырехугольник, атом, солнце, ветер и вода. Доля растет не так уж и сильно, но тем не менее при этом объем энерговыработки прогнозируется увеличить на 46% данным 2014 года. При этом можно увидеть, хотя углеродная энергетика и занимает приблизительно те же самые объемы по объемам производства электроэнергии, но доля сокращается с 2 третий до половины в энергобалансе мира. Но в горизонте после 2040 года существуют четкие и понятные предпосылки того, что именно за счет атомной энергетики можно дальше увеличивать и выработку, и изменять в положительную сторону структуру мирового энергобаланса. Поскольку все-таки возможности для применения солнечных станций, ветровых станций ограничены как климатическими условиями, так и погодными условиями. И это не является базовой генерацией, которая может и должна составлять не менее половины для надежной работы энергосистемы. Но при этом к ядерной энергетике мы предъявляем новые требования. Это безопасность и экологическая приемлемость, это экономичность и ресурсная эффективность, и это обеспечение режима нераспространения ядерного оружия. Эти требования могут быть реализованы в двухкомпонентной ядерной энергосистеме, быстрые реакторы плюс реакторы на тепловых нейтронах с замкнутым ядерно-топливным циклом. И такая система на самом деле существует в России в определенной мере уже сегодня. Установленная мощность энергоблок с реакторами на тепловых нейтронах у нас 25,6 гигаватт. Установленная мощность энергоблоков с реакторами на быстрых нейтронах у нас пока 1,5 гигаватта. То есть у нас уже есть оба источника генерации. И существуют элементы замкнутого ядерного топливного цикла. Это переработка яд, это изготовление топлива с использованием продуктов переработки, регенерированного урана, плутония, как для реакторов на тепловых нейтронах, так и для быстрых реакторов. И что здесь самое главное? Именно этот путь, связанный с реализацией двухкомпонентной энергетики, поможет решить задачу решения проблем наследия. А это одно из условий развития и будущего атомной энергетики. Если формулировать задачи перехода к замкнутому ядерно-топливному циклу, то в логике требования к результату они будут звучать следующим образом. Первое. Это фракционирование высокоактивных отходов в целях ухода от захоронения в глубокие геологические информации для обеспечения безопасности и экологической приемлемости. Второе. Это отработка промышленных технологий, безотходной переработки аят, повторное вовлечение урана, многократный рецикл плутония, который возможен именно в двухкомпонентной системе, когда за счет восстановления изотопного состава плутония, нарабатывая быстрых реакторов, можно обеспечить многократное рециклирование. И третий аспект, крайне важный. Это международное сотрудничество в соответствии с существующими ролями стран в двухкомпонентной системе для соблюдения режима нераспространения. Обращение с аят в открытом и замкнутом цикле в страновом разрезе выглядит в следующем образом. Но я хочу отметить только одну вещь. Страны, проповедующие концепцию переработки аят и рецикла, сейчас формируют основную повестку расширения ядерной энергетики в мире. И это непреложный факт. Значит, действительно, развитие и желание общественности поддержать развитие ядерной энергетики связано с решениями переработки аят. Я не буду останавливаться подробно на технологических аспектах обращения с аят в наших достижениях и планах. Об этом будет рассказано в следующих докладах. Я перейду к тому, что такое двухкомпонентная энергетика. Это синергетическое существование парка реакторов на тепловых и быстрых нейтронах, которое позволяет в десятки раз повысить эффективность использования потенциала исходного природного урана за счет того, что в быстрых реакторах будет использован изотоп урана 238 фактически в полном объеме. Понятно, что не бывают систем со стопроцентным КПД, но такое использование природного урана в двухкомпонентной системе может позволить эффективность использования урана увеличить где-то в 140-150 раз. Что вполне достаточно для обеспечения потребностей человечества в электроэнергии в горизонте ближайшего тысячелетия. При этом замыкание ЕДЦ требует эффективных решений по совершенствованию технологии переработки аят, фракционирования, включения минорных актинидов и дожигания их, в частности, как вариант в реакторах на быстрых нейтронах. Но то, о чем говорил в ответах на вопросы Владимир Григорьевич, на самом деле мирное сосуществование позволит и удешевить стоимость выработки электроэнергии, в частности и для технологии ВВР. Потому что переход на коэффициент воспроизводства 0,7-0,8 в результате перехода на более высокоэнергетический спектр нейтронов позволит еще и уйти, возможно, отборного регулирования, что будет приводить к существенному удешевлению проекта, уйти от циркония и соответствующих парациркониевых реакций, перейти на единые оболочки. То есть это все унификация, это все удешевление. И это как раз то самое мирное сосуществование двух компонент энергосистемы. Теперь про принципиальную схему двухкомпонентной атомной энергетики. Она может быть здесь нарисована такими достаточно сложными орбитами, но на самом деле она достаточно простая. Это вот существующая история с конверсией обогащения, фабрикацией, генерацией, переработкой аяб и возвратом рецикла в системе с реакторами на тепловых нейтронах, плюс фабрикация топлива для быстрых реакторов, соответственно переработка аяб быстрых, и вот то самое как раз замещение и выравнивание изотопного состава плутония для его возможного рецикла. Вот на этой картинке эта история показана чуть более подробно. При рецикле чисто в цикле реакторов на тепловых нейтронах, если при свежем топливе содержится там отработавшим порядка 1% плутония, изотоп урана, изотоп плутония 239 в массовой доне изотопов составляет там порядка 55%, 55-60%, но после первого рецикла изотопный состав плутония существенно ухудшается, до 35-40% остается изотопов плутония 239, и вот добавление плутония от быстрых реакторов позволяет восстановить изотопный состав плутония и обеспечить многократный его рецикл. И по срокам. Фракционирование, дожигание минорных актинидов, это ключевой вопрос, который связан с экологической приемлемостью. Сейчас мы ведем переработку, мы, Франция, ведем переработку без фракционирования, регенерированные ураны плутонии уже сейчас рассматриваются, используются как полезные продукты. Остеклованные высокоактивные отходы включают в себя минорные актиниды, цезий и стронций, и еще ряд других элементов, с достаточно высоким спадом активности. В случае переработки аят с фракционированием и выделения цезий и стронций с периодом полураспада порядка 30 лет, мы получаем картину, когда основная активность, основные элементы за 300 лет распадаются фактически в тысячи раз, два в десятой степени, это 1024. Цифры очень просто считаются. И в результате мы уже можем уйти от концепции глубинного захоронения, концепции выдержки и захоронения в приповерхностных могильниках, что уже совершенно точно можно при существующем уровне строительных технологий и истории строительства в обозримой истории человечества достаточно уверенно обосновать. И как выглядит картинка мира в ближайшие годы. Сейчас мы находимся в такой подготовительной стадии, в которой мы фактически опробируем технологии двухкомпонентной энергетики, опробируем и дорабатываем технологии замыкания ядерно-топленного цикла в целях того, чтобы как можно больше приблизить вот эту вот точку, перейти в переходный этап к двухкомпонентной энергетике. Это неизбежный этап, поскольку в разных странах он может быть реализован по-разному. Все зависит от того, как дальше мы будем двигаться с точки зрения режима нераспространения. Но ситуация, которая имеется, и понимание, которое имеется в мире сейчас, определяет следующие роли стран в двухкомпонентной системе. Страны, имеющие реакторные технологии на быстрых нейтронах, могут оказывать услуги всем остальным странам, которые эксплуатируют парк реакторов на тепловых нейтронах в целях решения их проблем. И двухкомпонентная система существует не в каждой стране в отдельности, а в мире в целом. Ну и, соответственно, страны, имеющие парк реакторов на тепловых нейтронах, формируют запрос и пользуются всеми возможностями, в том числе и экономии природного урана и топлива при рецикле. Как будет развиваться картина энергетики в следующем столетии? Я здесь на этот вопрос ответа не дам, но точно совершенно двухкомпонентная атомная энергетика будет существовать как основная базовая система до конца этого столетия. Может быть, в следующем столетии будет крен к полному переходу на быстрые реакторы, может быть, появится термояд. Но уже то, что мы можем сделать в двухкомпонентной системе, позволит нам, как я говорил в ходе моего доклада, решить проблему обеспечения человечества электроэнергии в горизонте ближайшего тысячелетия. Доклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Вы законулили время на один вопрос. Пожалуйста. Казахстан Мария, национальный сельский один университет МФИН. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, какие, каковы перспективы использования ремикс-топлива за один вопрос? Любимый вопрос. Это любимый вопрос, Владимир Владимирович. Да, это мой любимый вопрос. Во-первых, под ремикс-топливом все понимают разные вещи. Я под ремикс-топливом понимаю все, что связано с замыканием. Топливо из регенерированного урана это тоже ремикс-топливо. Даже топливо без плутония это ремикс-топливо. МОКС-топливо это тоже ремикс-топливо. Поэтому мы сейчас рассматриваем два направления с точки зрения ремикс-топлива. Это гомогенный ремикс, когда в топливной композиции есть и регенерированный уран в одной таблетке и регенерированный уран и регенерированный плутоний. Такое топливо оно более понятно с точки зрения обоснования его поведения в реакторе, физике активной зоны, но оно дороже в производстве, потому что приходится больше совершать операции с плутонием, которые требуют соответствующих мер при работе с такого рода материалами. Есть второй вариант, так называемый гетерогенный ремикс, который в принципе в одной сборке может сочетать твеллы из урана и твеллы из плутония. Такой ремикс более сложен в обосновании, но он более экономичен в производстве. И может быть использованы унифицированные решения, потому что одни и те жиления могут работать с МОКС-топливом и изготавливать МОКС-твеллы для такого ремикса, как для быстрых реакторов, так и для реакторов на тепловых нейтронах. Поэтому мы идем двумя путями. Сейчас мы фактически открыли в госкорпорации проект, связанные с этим. И с точки зрения рыночной востребованности и потребности клиентов, мы понимаем, что это решение скорее будет для реакторов проекта С-2006 и ВВР-ТОИ. То есть сейчас нет еще такого парка реакторов, под которые нам нужно уже организовывать производство ремикс-топлива. У нас есть время спокойно и постадийно пройти все стадии обоснования. Это с одной стороны. С другой стороны, если смотреть Россию, то точно совершенно наиболее эффективное решение для нас сейчас это плутоний в быстрые реакторы, регенерированный уран в реакторах на тепловых нейтронах. Тем более весь регенерированный уран, который мы сейчас получаем от переработки нашего отработавшего топлива, мы используем в реакторах РБМК и это не предел, мы можем и большее количество в существующей базе реакторов использовать. На следующем шаге по мере выбывания реакторов РБМК мы будем регенерированный в радость пользоваться в ВВРах. В общем, короткий ответ был бы такой, это очень хорошо объяснило, Владислав Игоревич, если бы ремикс топлива был в наших руках отработан на сегодня, это был бы очень хороший товар. Если у нас он появится через 15 лет, то вопрос, что будет лучше, то ответ скорее всего, что это будет МОКС.